Спортивный парк культуры и отдыха имени Ларисы Лазутина – это прекрасное место для занятий спортом. Но мало кто знает, что здесь есть уникальные исторические объекты. Крупнейшая курганная группа и древнерусские селища. Лесной массив парка скрывает старинные русские поселения и захоронения. А это целый комплекс археологических памятников, расположенных на очень значительной территории. То есть он занимает фактически бассейн реки Самынки, начиная от северной окраины Одинцова и заканчивая Усовской железнодорожной веткой. Так называемый прототип Одинцова содержит шесть селищ и свыше 20 курганов XII-XIII веков. Сейчас трудно поверить, что когда-то в этих местах кипела жизнь. Здесь обитало древнерусское население, которое занималось преимущественно сельским хозяйством. То есть это была основа их хозяйственной деятельности. Своих умерших они хоронили вот в таких вот насыпях. В насыпях захоронен один или несколько человек. Это были так называемые семейные усыпальницы. В иной мир близких отправляли со всеми почестями. Клали ценные вещи, горшки, еду. По этим предметам археологи многое узнали о народе и его традициях. Здесь встречаются так называемые семилопастные кольца, которые ассоциируются с вятичами. Вятичи жили тоже на большой территории, пришли к нам с Верховья Волги. И что интересно, у древних вятичей прототипов этих украшений мы не видим. Вот именно вот этот тип височных колец, которые мы называем вятичскими, они формировались и здесь. Их правильно называть москворецкими. Большая часть найденных здесь предметов хранится в Москве. Некоторые экспонаты есть и в Одинцовском музее. Эту бесценную историю нашего края бережно хранят его сотрудники и рассказывают своим гостям. Интересные факты об Одинцовских курганах и селищах смотрите в нашей программе «Про округ». Полина Бахова, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.